Утром рано мы встаем, на работу мы идем. Повседневные дела в состязательном зачете. Молодые семьи из сельской местности центрального региона Беларуси съехались, чтобы выяснить, кто же в итоге властелин села. Перед стартами 20 команд демонстрируют свое гостеприимство. В Солигорский район представила семья Глушинь Домановичского сельского совета. Солигорский кровать. Семья Глушинь сразится за чемпионский титул, приехала не в полном составе. Своего трехлетнего сына Егора оставили бабушкам, зато Ольга и Виталий готовы удивлять гостей. В свое подворье молодая семья представила изделиями соломки, лозы, вышиванкой и традиционной белорусской кухней. А что-то сало слабоватенькое троху, нет? Нормальное сало. Хорошее сало. Должно же быть так вот... Вот обидеть бы свинья, чтобы такое было сало. Маленькие еще не подрастли. А, то зрозумел. Ну, пускай еще растут. У каждой команды своя группа поддержки. Семьям пришлось пройти много испытаний в конкурсе «Веншуем по-белорусску». Участники должны были презентовать увлечение каждого члена семьи. Организаторами проекта был представлен также интеллектуальный тест на знания молодыми властелинами белорусских традиций и обычаев. И конкурс на лучший видеоролик «Наш год. Наш выбор». И все как в спорте, только на трудовом поле. Участникам необходимо набрать максимальное количество баллов. Практические состязания, дровосеки, наездники, сельская спортивная эстафета, ловкачи. А победителей и проигравших разделяли доли секунды. Пожалуй, самым зрелищным стал конкурс дровосеков. Здесь молодые семьи должны были вместе сначала распилить деревянную чурку, затем порубить колодки и сложить дрова. Победа в нем зависит от слаженных действий каждого члена команды. Справились даже с самым сложным заданием. Правильно запрягли лошадь даже те, кто раньше боялся близко подойти к ней. Семейный проект «Властелин села» проходит не первый год. Как утверждают организаторы, с тех пор не только подготовка участников изменилась, преобразилось и само село. В этом огромнейшая заслуга всех наших жителей, которые берегут на нашей земле мир, благополучие, покой, живем в дружбе, согласии. Все мы увидим, какие сегодня у нас и улыбки, и юмор. И так должны жить, я думаю, все народы, чтобы не было того, что иногда происходит, к сожалению некоторых государств. Я вас благодарю за то, что вы все своим трудом, своим отношением утверждаются на нашей земле. Мир, добро, благополучие, уют. Спасибо вам. В том, что наши молодые сельчане не только талантливые и трудолюбивые, а также неравнодушные, с активной гражданской позицией, убедились и специальные гости праздника – представители Российского союза сельской молодежи. Для нас было открытием, как работает Белорусский республиканский союз молодежи. И вот та вертикаль структуры, то есть от федерального до района, до первичных организаций. Конечно, для нас только положительные эмоции от общения с ребятами. И, конечно, хотелось бы приехать скоро в Белоруссию уже как или на форум, и уже как турист, как туризм, и побыть побольше. Очень приятно было увидеть именно национальную культуру, увидеть детей, которые принимают участие в развитии, поддержании нити, традиций, из поколения в поколение, которые передаются. Теплые, светлые люди. А что касается молодежи, она замечательная, она инициативная. Победителем областного конкурса «Властелин села» стала Чита Ручьевых Столинского района. Они будут представлять область на республиканском конкурсе. Семья Солигорского района Глушень стала обладателем почетного диплома участника конкурса. От депутатской армии, более чем трехтысячной армии депутатов Минской области хочу вас поприветствовать на этом прекрасном форуме и сказать о том, что наше село еще не раскрылось. Оно еще благодаря вам будет иметь хорошую перспективу. Мы прекрасно себя чувствуем в нашем государстве. Мы имеем возможность учиться, учить наших детей работать, иметь перспективу. Мы имеем возможность любить и иметь вот таких прекрасных детей, которые сегодня выходят вместе с молодыми мамами и папами за этими прекрасными подарками. Счастья, здоровья, благополучия, мира и удачи вам всем!